Добро пожаловать в культурно-образовательный церкви Гольской сада. В эфире программа Гольский Уэнзли. Мы изучаем сегодня с вами законы Хануки. Ханука у нас в Бархашем на носу, но совсем завтра у нас вообще другой праздник, нееврейский праздник, Тейнский день благодарения. И у меня вопрос такой к вам. Как связан праздник Ханука с Днем Благодарения? Я скажу. Можете скажите, сколько, пожалуйста? Я недавно узнал, что оказывается в Соединенных Штатах Америки, Вернее, я тогда меня называл, сразу в Соединенных Штатах Америки, был совсем другой президент. Хороший. Был совсем другой президент, как федерат, который и ввел вот этот праздник Тейнский день, в День Благодарения. А потом, после войны севера и с юга, когда пришли в классе, победили эти конфиденераторы, стал в Машингтон. Окей, как стал и посвязывается. И он говорит, что благодарение. Теперь так, если, значит, вопрос идет о чуде, может быть, связано с чудесным этим. Но дело в том, что то, что я о президенте хотел сказать, как Бог сказал мне, так это тоже удивительно, что совсем другой человек в нем название или праздник, где бы он был. Окей, другие есть варианты? Я не знаю, что ли это праздник, но я думаю, то есть он же после войны какой-то был. То есть означение того, что они приводят благодарность, кроме того, что людям, и может быть, голодам, за то, что война какая-то была. Нет, нет. Это когда только первые поселенцы приехали в Америку и помогли индейцам, чтобы они не пропали с голоду, не умели с голоду, не помогли им с едой, научили ухаживать за кукурузой, как выращивать кукурузу из зерна. И один из дней они позвали всех этих племенных индейцев к ним себе домой, на такой большой стол, как у евреев делается, сделали много-много обеда и позвали этих индейцев к себе. И вот этот день получился, что они в день благодаря, благодаря от этих людей, что они дали им выжить в эти тяжелые дни, в те времена. Ахану говорит, благодарим Бога за то, что он нам дал в тот момент. Дима прямо в точку подытожил. Хану, мы благодарим Бога. Это на самом деле то, что я до цвора возлухи фуэль. Потому что день благодарения, это весь, вся тематика этого дня, это выразить благодарность. Я даже не поленился, сегодня залез в интернет, прочитал в векопедию статью, про откуда он взялся. На самом деле еще в Англии исправляли этот праздник, и он связан немножко с церковью, и они читали молитвы. Раз в год это было благодарение за день урожая. Мне даже, я читал пока эту статью, мне чем-то напомнил суббот. Потому что суббот это сбор урожая, тоже мы, йом сим хатэй, ну день нашей радости, мы говорим Богу спасибо и так далее. То есть, да, но тематика одна и та же. Тематика такая, что мы выражаем Богу благодарность. Вот Алик меня уже в последнее время очень часто просит поговорить про молитву. И мы как раз сейчас про молитву поговорим. Что такое Амидай, или как ее называют еще по-другому, что это такое? Молитву, это всем Айсраэль. А? Всем Айсраэль? Не, не Айсраэль. Амидай, сначала мы говорим, что Айсраэль, а потом еще что-то, а потом шепотом, когда все стоят, что это можно назвать Амидай. Это защита для нас, правильно? Окей. Что такое Амидай? Нет, потому что это макра. Окей. Что такое макра? Ариэ Кафаус, да. Это та соскоряй, когда человек наимендирует или наступает прямой разговор с Богом? На самом деле есть что-то, это прямой разговор с Богом. Если когда человек читает Тору, то Тору это как бы, это Бог говорит с нами. То когда человек читает Амиду, он говорит с Богом. То есть у нас есть такая связь. С зрения, в наше время нет пророков, потому что если бы они были, мы могли бы с любой проблемой прийти к пророку и сказать, у меня проблема. Шауль, да так, как он стал царем, потерял данки из своих... Ишаков. Ишаков. Я пошел к пророку спросить, где мои Ишаки? То есть с такими бытовыми проблемами человек мог прийти к пророку и сказать, у меня, не знаю, почему у меня машина сномалась, или еще что-то, потому что все же от Бога. И пророку ему сказать, о, у тебя сномалась машина, потому что ты жадный, ты не подвозишь людей на своей машине. Ну, я не знаю, что это такое. Anyway, у нас пророков сейчас нет. Тоже мы учим Тору, Тору с нами, это как бы Бог с нами разговаривает через Тору. И мы обращаемся к Богу через молитву. И человек может обращаться своим языком. Закон говорит, что ханарух, ясно, что молитву можно говорить на любом языке. Можно на русском, можно на английском, можно на джиуре, как ты хочешь. Но у нас есть молитва, которая может своими словами говорить. И есть молитва, которую установили, что называется, Аншек Несед Агдула, мужи великого собрания. Они написали этот текст, Амеда. Что называется, Амеда, дословно означает молитва, которая говорит, Стоя. Или по-другому еще называют, Шмонайс. Шмонайс, значит, 18 благословений. И она, я вам расскажу немножко про структуру этой молитвы. Алик, слушай внимательно, это тебе, мне кажется, пригодится. У нас идут первые три, потом идут последние три. И посередине сколько получается? Что у нас в математике? Хорошо. 12. То есть у нас вот так вот идут. Три первые, это одна секция, три последние, это другая секция. Вот эти 12, это средняя секция. Вот эти три, первые три и последние три, они круглый год одно и то же. И Йомки-Пу, и Шаббат, и Йом-То. Любой день, откройте седу, первые три молитвы, первые три благословения, они состоят из 18 благословений. Что такое? Шмонайс, рейн, 18 благословений. И последние три благословения, они одинаковые круглый год. Вот эти 12, которые посередине, они постоянно меняются. В зависимости, если это Будин, Эль, если это Шаббат, если это Мусаб, если это Кипура, если это Роша, то это Шашана. И вот этот посредине текст, он меняется. Первые три называются Шевах. Шевах – это воспаление. Это значит, мы как бы приходим к Всевышнему, и мы даем установку такую. Кто такой Бог? Мы говорим, что Бог, и все принадлежит Ему. Он всемогучий. Он вне нашего понимания. Он делает добро, несмотря на то, что мы не заслуживаем. Он помнит про заслуги отцов. Это Бог Авраама, это Бог Ицхака, это Бог Яакова. И мы замыкаем первое благословение. Маген Авраам, чид Авраам. Это первое, второе благословение. Атаке Бор, ты Всевышний, Всевышний, ты поддерживаешь тех, кто падает, ты лечишь больных, ты забираешь жизнь, ты даешь жизнь. Маген Авраам, ты Богослови, ты Всевышний, воскрешающий мертвых. Третье благословение. Душа, Атака Дош, ты святой. Башим Акадош, имя твое святое. Бараха Та Ашем, Аэля Акадош, Богослови, ты Бог, царь святой. Эти первые три благословения, они фактически не меняются. Первые три, они круглый год одно и то же. С исключением, там, мы меняем место, мы говорим, царь святой. И еще пару ставочек, там, маленьких. А последние три, это назвать «годаа». «Годаа» – благодарение. Кстати, пока не забыл, хочу вам сказать потрясающий факт, как будет индюшка на иврите, знаете? Ходу. Ходу! Что такое «году»? Индия. Окей. «Года» – это значит «спасибо». Благодарите Бога, ибо навечно его доброта. А вот эти посередине двенадцать, еще раз, последние три, это называется «благодарность». А посередине вот этих двенадцать, это называется «бакашот». «Бакашот» – это дословно означает «просьба». Причем в шаббат обычно мы не делаем просьбы, в шаббат не просят. В шаббат не плачут, в шаббат не плачут, не кричат, обычно. И в шаббат, это, например, становится вместо двенадцати одно богословение. «Баруха Тарашем» – «микадеша шаббат» – «богословенный Бог» – «освящающий субботу». Но в будни, это двенадцать богословений, а точнее, вам честно скажу, тринадцать. Потому что вот одно добавили Мордахай, Эстер, и другие добавили это богословение «ламеним ламшелим», что типа все злодеи, и все стукачи, и все, кто замышляет против евреев, и кто поднимает руку на Божий народ, чтобы Бог сокрушил их надеждой. «Баруха Тарашем» – «богословенный Господь, сокрушающий наших врагов и принижающий те, кто встают против нас». Это тринадцать богословений было добавлено потом, потому что они видели в нем нужду. У остальных двенадцати – это мы просим Бога о прощении. Первое, мы даже, самое-самое первое, мы просим Бога о разуме. О концентрации, о разуме, о понимании, о знаниях. Это самое важное, на самом деле, что когда человек может концентрироваться, когда он знает, что он говорит, когда он понимает, что вокруг него происходит, когда он понимает, как правильно жить и как неправильно жить, все остальные проблемы у него решатся. Вот это хохма. Мы просим Бога мудрости. Это первое, что мы просим. Просим у него «Отец нас, верни нас в Твое Тори». И мы просим спасения, мы просим рухуа, выздоровления. Просим физических, материальных благ. Бархейну Ашем, благослови нас Всевышний, благослови нас Всевышний, благословляющий года. Мы просим, чтобы Бог мекапецни, чтобы у нас всех собрал землю Израиля. Мы просим, чтобы Он вернул суд, настоящий еврейский суд, который будет судить по законам Торы. Мы просим, чтобы Он отстроил Иерусалим, чтобы Он привел Машиха. Вот это 12 благословений, мы вот это все просим Бога. Это называется «Бакашот». И самое последнее «Бакаша», самое последнее просьба, она очень общая. «Шема, колейна, услышь наши голоса», «Шема, колейна, Бог милостиви, жалься над нами». И мы замыкаем ее, Благослови нас Всевышний, «Шема, отвела ты, слышащий молитву». И в это можно вставить все, что хочешь. Можно попросить и за других, и за себя. Теперь, в праздники, в разные праздники, мы вставляем в эти молитвы вставки. На Рошкодыш, на Холямоед и так далее. И у нас есть ставка на Пурим и на Хануку. Куда бы мы ее вставляем? Вот из этих, то, что я вам сказал, куда бы вы ее вставили? Пятую. А? Пятую? Сюда? Да. Почему? Потому что там есть, после которой мы водослаяем код, и потом в следующем этапе в праздник, и в дебатке. Окей. Есть еще вариант от этого? Нет? Откройте седуру, если нам не трудно. Вот тут есть еще три седура для всех, кто хочет. Страничка сто... сто шестьдесят пять. Начальник? Сто шестьдесят пять. Страничка сто шестьдесят пять, да? А, ты предполагаешь, что в начале? Да. Еще раз вопрос. Да. Для знатоков повторить? Вопрос еще раз для знатоков. Молитву на праздники, ставку на праздники, какую из этих восемнадцати благословений мы вставляем в ставки на праздники? Если вы откроете страничку сто шестьдесят пять, видите, там написано восемнадцатого благословения, благодарение. Видите? Давай, читай громко. Мы благодарны тебе за то, что ты Господь, Бог нашим, Бог отцов нашим, поведен веков, ты твердиня наша. Секунду. Какие первые слова были? Мы благодарны тебе. Это называется благодарность. Это восемнадцатое благословение предпоследнее. Дальше переверни страничку. И ты видишь, там серо написано, Хануху и Пурим добавляют. Видишь? На самом верху, на сто шестьдесят восьмой страничке. Видишь? Хануху и Пурим добавляют, а внизу есть перевод. За знамения, за чудесное избавление, и за могущество, и за спасение. То есть это все вставляется в восемнадцатое благословение, благодарность. Понимаете? Мы благодаря Бога за чудеса, за спасение, за утешение, что ты явил на Ихануху. Видишь в Нима Титяву. Читай, Дим. Что это за знамение? Нет, там написано, где в Хануху. Там есть видишь. А, Нима Титяву, сына Иоанна, Хасу, нея, первосвященника, и его сыновей, когда там выступило злодейское, злодейское, отца свопротив народа, твоего сынов Израиля, чтобы заставить их забыть твою тору и нарушить твои законы. Но ты, по великой милости твоей, заступился за сыновей, за сынов Израиля, когда они были в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них, отдал в сыны руки слабых, и обечисленных руки им вновь. Ильич нечисленных руки чистых, злодеев в руки праведников, и злодейшников в руки тех, кто изучает тору твою. И прославил ты имя, Господи, имя свое великое и святое в мире твоем. Народу своему Израилю даровал великое спасение и сбавление в этот самый действие. И тогда пришли сыновья твои из святых храма твоего, и убрали идолу своего дворца, и очистили святилище твоё, и зажгли святильники во дворах храма. Установили эти восемь дней хануки для хвалы и благодарности. Для хвалы и благодарности. Видите, у американцев в один день благодарности. Раз в году, thanksgiving, кушают эту индюшку. А мы восемь дней. Это дни благодарности. Дарят подарки, учителям дарят подарки. Кстати, я хотел с вами поговорить, нам нужно собрать для раба Зитрона, для раба Фатки, для раба Нахума. И, в общем, выражать свою благодарность, хвалу Всевышнего, благодарность Богу. Восемь дней! Не один день, а восемь дней! И совершил, и совершил постанование тайны, знамения и чудеса. И возблагодарим великое имя Твоя. И за все это облагословит Зе Вас Возвучиться, и будет превозносим и всегда имя Твоя, Царь Наший, повеки веков. И все живое будет вечно благодарить Тебя. О, ты видишь, это вставляется в восемнадцатое, в самопредпоследнее благословение. Почему? Потому что эта тема этого дня восьми дней хануки это благодарность это благодарность которому урожаем богу за то что он нас спас как вся история хануки вот в этой вставке движ то что слабые были спасены от рук сильных и так далее что бог на защите есть такое молитва называется алель даже это не молитва это это сборище псалмов вы знаете эти псалмы читают несколько раз в году и один из этих раз в году это хануку читает что называется полный налей благословение это так же как перед тем активе надеть мы говорим о шевке дешану ты бог осветились бомбить вот так своими заповеди причем цицит одеть прежде чем любую митву выполнить из блага брака хануку мы все знаем что нужно сжигать свечи но не все знают что нужно читать галле галле это благодарность которому выражаем богу вот этих сама весь галле прочитать снимать может быть 10 минут на смотрите это начинается на страничке девятьсот четырнадцать и не обязательно иврите читать можно на русском читать и заканчивается она и странички девятьсот двадцать один девятьсот двадцать два все пять страниц это это больше на да даже меньше три страницы потому что там один иврит и русский три три страницы четыре страницы это человек снять пять минут аллее можно говорить весь день можно говорить меня можно говорить одному не обязательно для этого стопок если человек не может пойти в синагогу или человек не может рано утром встать может днем во время ланч брейк взять этот аллее прочитать его и выполнить пиццу он сказал браку да там есть 0 и вот эти псалмы серии псалмов есть брако перед на велим брако после на леле она замыкает у человек выполнил митву он выразил благодарность богу какие-то слова красивые читали коллега бог макими мя портать и поднял меня из грязи посадил меня рядом с вельможами она дуна и волосы и она пожалуйста бог спаси нас она дуна и ацлиха на бог пожалуйста пошли нам удачу о дуна дуна китов кило амхаздо спасибо вашем твоя благодарность она на вечном вот эти все красивые слова не удалили есть и на просто нужно открыть сидуру прочитать теперь время у нас подходит концу и ауэзды я хочу буквально одну идею снарели с вами поделиться очень интересно или это идея это на страничке 720 там есть такую посылку а дуна ли но и на моя селя там бог со мной что мне сделать человек что мне человека бояться я не буду бояться человек бог со мной а дуна либо озрай бог со мной посылай мне друзей я увижу как мои враги упадут это пшат это простое объяснение давида который писал написал себе псалмы мне было очень легкая жизнь и он каждый раз старался боку своей поэзии песни как об этом рассказать что бог меня спас я благодарен тебе идут романсу объяснил вот эту идею очень по-другому это пасук совсем на чем либо вы узнаете бог со мной когда будь со мной с теми врагами которые притворяются моими помощниками а я своих врагов я вижу то есть есть два вида врагов но это романсу без враги которые они волки они не скрывают что они волки да это хамас это это палестинцы это иран до который качат израиль мы вас ненавидим вас уничтожим это волки они не скрывают что они волки они нас не обидят открытым текстом а есть враги которые волки в овичей шкуре притворяются которые я люблю ты мой друг да мы тоже либо я узнаю будь со мной когда меня окружают враги которые они притворяются моими друзьями я сам вижу тех которые мои враги я их вижу как бы будь со мной с ними тоже но я их вижу но когда люди притворяются моими друзьями любящим меня мне нужно особенно в этот момент твоя помощь и он сказал с какой маша очень интересную историю это однажды поспорил ветер и солнце кто сильнее знаете эту историю это китайская басня и кто сильнее и каждый из них хорошо я тебе покажу что я сильнее давай посмотрим кто быстрее доставит человека снять свою куртку солнце как ну хорошо ветер ты такой храбрый такой жгучий давай дерзай и человек идет в рубашечке у него пиджак тут курка на руке идет идет и ветер начинает не уйдут ему становится холодно он одевать пиджак потом начинает дуть еще сильнее он одевает куртку еще сильнее что-то у нас закрывается вот так солнце надеюсь льется к тебе вместо что заставить снять одели изнять куртку ты его заставил одеть солнце выходит начинать чуть-чуть печь это дойдет идет так жарко расстегнул куртку начинает еще сильнее печь облака разошлись сильно печет он так ухоп снял пиджак солнце говорит ветру будет иначе я выиграл в чем смысл этой басни это это маша это басни смысл такой что иногда как бы заставить на что-то сделать она дает обратную реакцию в союзе пытались нас подавить силы как этот ветер что нельзя ходить синагогу нельзя учить тору нельзя учить иврит нельзя учить то нельзя это все нельзя молодежи обучать и все равно что и делали евреи они там на квартирах собирались все равно были эти андеграунд мумыц люди все равно шли против течения чем больше евреев пытались ломать эти антисемиты и нас посылали ссылки и нас расстреливали и нас чувствует только не делали все равно еврейский дух он выжил и соблюдали и продолжали и делали а есть другой если сказать американский голубь на такого когда это совсем и это совсем все другое испытание это испытание что называется ассимиляция да она может быть как от силы ассимиляция может идти как от любви и ассимиляция американская намного на самом и намного не намного она очень эффективна что евреи когда они очень быстро быстро растворяется в америке много из примеров из каждого поколения все меньше меньше соблюдает потом женится на неевреев и полностью растворяется в американский сказать melting pot американская каша если мы посмотрим на хануку хануку они не пытались нас убить физически греки нам давали жить как физически они давали нам жить но они свою культуру свою религию нам пытались да навязать занимайтесь спортом надо вам тоже очень спорт это неплохо но когда это говорят не учитесь вашу туру это плохо да и вместо синагога не ставили гимназиуме место они пытались поменять наши ценности и когда они это пытались сделать мы говорить о том что изменится тоже там в а что там в